И мы называем это животный тип строительства. Когда все подчиняется удовлетворению инстинктов. В Соединенных Штатах провели эксперимент с обезьянами-капуцинами. Проводили американцы китайского происхождения. Что они сделали? Они попытались внедрить деньги в эту среду обезьян. Типа такие чеки, талончики. Когда эта система внедрилась, то обезьяны стали делать все, что делают люди. Появилось бандитизм, то есть пытались отобрать друг к другу деньги. Проституция, воровство, во всех видах рэкет. Все, все у них. Да. Они основали какую-то биржу свою там. Ну, американцы делают с китайцами и японцами эксперименты. А выводы кто должен делать? Русские. Мы делаем вывод, что современное западное общество – это животные, похожие на обезьяны. Особенно, если заходишь на американскую биржу. Там те же обезьяны. Ну, а капуцины – это монашеский орден католический. Среди этих обезьян выделилась группа демонов. Вот что хочу, то я врачу, никого не слушать. Самое трудное – объяснить, что такое человек. В шестом веке до новой эры, в Шестом веке до новой эры, в Греции, в Синопе, был философ Диоген. Жил философ Диоген. Он ходил днем с фонарем, и все его спрашивали, чего ты днем с фонарем ходишь? Он отвечал, ищу человека. Он отвечал, ищу человека. То есть, в шестой век до новой эры, окружающих он не видел людей. Только в русском языке есть такая пословица. Все люди – all people, но не все человеки. Что же такое человек? То есть, есть вот животные, про этих обезьян говорили, что это бездомный желудок, есть-есть и бесконечный секс. Это бездомный желудок, не насытный желудок и ненасытный секс, поэтому там все это быстро внедрилось. Так вот, человек, кто же такой человек? Есть ли в английском языке такое понятие, как «сорзин»? Месяц назад к нам приезжали из Ватикана, из Уилитского университета, четыре доктора наук. Я не мог им объяснить, что такое совесть. Если кратко сказать, человек – это тот, который живет под диктатурой совести. Поэтому жить человеку и быть человеком очень трудно. Я студентам объясняю. У нас есть пять приемных рецепторов. Зрения, слуха, обоняния, осязания и вкусов. Да. Посмотрите друг на друга и увидите. На Земле 7 миллиардов с лишним. Нет одинаковой радужной оболочки глазок. Нет одинаковой формы ушной раковины даже в одной семье. Нет одинаковой формы носа. Ну, это все знают рисунок. Но и нет одинакового расположения в вкусовых сосочках на языке. Криминалистики мажут, а можно язык наматывать. Ну, просто это неудобно. Так вот, зачем всем свыше даны разные внешние, а это значит… Это приемные рецепторы, приемные рецепторы окружающего внешнего мира. Зачем? Затем, чтобы каждый из вас… Вот мы посмотрели в окно, выдели картину. Я думаю, что вот как я ее вижу, и вы все так видите. Нет, есть разница. Каждый из вас имеет свою субъективную картину объективного внешнего места. Сюда входит и цвет, и звук, и запахи, и вкус. Все сюда. Это все любопытные картинки. Зачем? Каждому своя. Я прошу вас не подумать, я сейчас умею. Но еще, кроме пяти этих чувств, есть еще шестое. Шестое. Шестое сикс. Оно называется чувство меры. Чувство меры. Чувство меры. Зачем? Когда вы сравниваете мозг вашей работой, объективный мир с вашей субъективной картинкой, важно, что не потерять чувство меры. Говорят, он утратил чувство меры. Он утратил чувство меры. Он утратил чувство меры. Но есть еще седьмое чувство. Всего их семь. Седьмое чувство. Седьмое чувство. Какое седьмое чувство? Седьмое чувство есть чувство совести. Все эти семь чувств даются свыше рожденные. Седьмое чувство. С помощью седьмого чувства. Это канал связи с надмирной реальностью. Богом. Говорят, он бессовестный. У него разорван канал. У него нет совести. Какая связь с системой образования? Это только подготовка. А вы сейчас скоро уедете? Да. Я как раз хотел дальше показать, что не понимая всего этого, приступать к тому, чтобы рассказывать об управлении, об образовании невозможно. Потому что многие вещи нам непонятны, не потому что наши понятия слабы. А потому что эти вещи не входят в круг моего вашего понятия. Система образования обязана расширять круг понятий. Система образования обязана расширять круг понятий. Система образования обязана расширять круг понятий. Система образования обязана расширять круг. Понятия – это образ, картинка. Плюс код слова. Слово. Понятие – это и не слово, и не образ. Это месть. Слово и картинка. Говорят, люди понимают друг друга. То есть я произношу слово, у меня своя картинка, а тот, кто слушает, может быть, другая картинка. Говорят, они не понимают. Ну и последнее мне надо идти – это о психике. У нас есть сознание. И есть бессознательные уровни психики. Вы с ними сталкиваетесь, когда спите. Вот когда вы спите, вы видите сны. Это у вас бессознательный уровень психики начинается работать. Сознание отличается от бессознательных уровней психики скоростью обработки информации. Скоростью обработки информации. На уровне сознания 15-16 бит в секунду. На уровне сознания? На уровне сознания. То есть в кино мы смотрим, если кадры увеличивают скорость, все влекает. Если замедлит, мы видим отдельный кадр. Это уровень сознания. А на бессознательных уровня психики скорость обработки в миллиарды раз выше. Поэтому мы каждый день загружаем огромное количество информации. Вот за день мы увидели много лиц, много пизаминов, слышали разные мелодии, звуки, краски. И все это сюда, на бессознательном уровне. И все это сюда, на бессознательном уровне. Потом мы ложимся спать. Если мы не пьем и не курим. Пьяный, да сонный, не свою думу, думаем. То есть ложимся спать, то наше бессознательное начинает обрабатывать информацию с огромной скоростью. А что обрабатывает? Сопоставляет информацию, которую получили за день, с информацией, которую за всю жизнь уже получили. Плюс информация от наших бабушек, дедушек, которые переданы нам через генетику. И вы, не знаю как вы, я это знаю, значит вот вечером что-то не удается решить. К четырем часам утра заканчивается обработка информации. И большинство людей так немножко просыпаются. А потом, вот как по русской пословице, утро вечера мудренее. И приходит нужное решение. Я, к сожалению, должен ходить. Вот это я вам прочитал в очень сжатом виде вводную лекцию. Она длится целую пару. То есть два по сорок пять. А я вам все уже за двадцать минут. И еще с переводом. Если будет возможность, дальше я вам расскажу и про управление. Без понимания этого говорить об управлении очень тяжело. Без понимания всех этих вещей, которые я вам говорила, это дико-то, термол, управление. Помните, каждый в меру своего понимания работает на себя, а в меру непонимания на того, кто понимает больше. Так выстраивается пирамида. Общество. Вы здесь надолго еще? Надолго? Здесь не надолго. У вас сейчас. Сейчас. Уже у меня там на полтора часа. Я вам всем желаю, чтобы все было хорошо. Пытайтесь все стать человеками. Друзья, я вам тоже сейчас подпочину. Друзья, я вам тоже сейчас подпочину. Друзья, через час. Вы сами все уже отработали. Да, подпишите. Всё. Всё.